У нас очень серьезный вопрос, я думаю, к рождению территориальной программы территориальной организации медицинского страхования, в какой форме, в какой процедуре он проходит. Это касается каждого жителя Муромонской области и каждого трудового комитета медицинских учреждений. Чтобы финансирование, по крайней мере, не уменьшалось в течение одного года. И здесь депутаты высказывают достаточно принципиальную позицию о том, что основные показатели финансирования территориального фонда они должны быть неизменны в течение одного года и при утверждении должны проходить через утверждение контрольно-счетной пары. Я хотела сказать, что они фактически у нас разделены на три части. Вы сразу же, первую попавку, закладываете невозможность прохождения и голосования депутатского корпуса для того, чтобы изъявить закон в Муромонской области. Вообще, это, наверное, только в надежде на то, что мы не увидим. И отчет обрелился по-моему. Во-первых, я прошу все-таки не выпускать коллег-депутатов в том, что каждый раз изначально все непредставители упоминаются каждый раз, что это программа. На самом деле, программа – это закон. И относительно нужно как закон. Закон, который имеет свою материальную финансовую составляющую. Откажите мне, пожалуйста, закон Бурманской области, имеющий финансовое обеспечение, на который контрольно-счетная палата не дает своего заключения, если там есть финансы. Еще раз, я говорю, я говорю, что это не происходит. Я поясняю. А это, извините меня, только на данный год 12 миллиардов рублей, которые не имеют заключения контрольно-счетной палаты, которые фиксируют изначально финансовые параметры эти программы. Как можно принимать, если вообще закон Бурманской области с подобными финансированиями, имеющие такое государственное средство, законы, которые принимаются, думают, обратите внимание, без заключения контрольно-счетной палаты, я примеров не знаю. На каждый закон, имеющий финансовое составляющие, прикладывается заключение контрольно-счетной палаты. Это первое. Второе. К сожалению, мы зачастую с вами и неоднократно на комитетах принимали следующие аргументы от контрольно-счетной палаты. Мы не будем проверять исполнение территориальной программы по одной и простой причине, потому что нам не ищем сравнивать, у нас нет заключения на нем. Вот эта причина очень интересный аргумент. Поэтому все-таки давайте создадим с вами условия, когда у контрольно-счетной палаты будет с чем сравнивать. Уважаемый Верий Сидимов, я вам скажу, это не перетягивание полномочия. Я готов отдать себе вообще все полномочия, я в своей себе полномочия только врача. В том случае, если вы мне скажете хотя бы один показатель медицинской деятельности за 4 года на территории Новоминской области, который бы не имел отрицательной динамики. Показатель смертной стиле и общественного здоровья. Смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний. А вот эти показатели, они пока прежде всего показатели эффективности работы исполнительной ветви власти. Поэтому, извините, ради бога, так как мы все-таки работаем не в интересах исполнительной ветви власти, а конкретного человека или избирателя, то мы избираем с вами те методики и те системы, которые нам позволят все-таки сделать так же. Наши избиратели умирали реже и жили больше. Спасибо. Наши избиратели умирали реже, что территориальная программа не несет расходных обязательств. А какие-то расходные обязательства несут другие законы в Новоминской области. Говорили и начали. Законы, которые имеют финансовую экономическую экспертизу. Просто извините меня, расходными обязательствами территориальной программы являются объемы оказания медицинской помощи, которые несут точно таким же образом и финансово уставляющим. А вот приводить в соответствие финансово уставляющие, объемные показатели оказания медицинской помощи, я понимаю, не хочется никому. Между прочим, председатель Центральной контрольной счетной палаты госпожа Голикова, которая в прошлом году опубликовала свой отчет, я отчет, как надеялся, что очень много шума, прошу вспомнить, уважаемые депутаты, по несоответствию, по несоответствию. Вот вопрос, ну, на отсутствие подобного отчета и подобного заключения на территориальной программе. Исполнительному органу власти или, извините, избирателю Мурманской области? Мы попробовали с вами жить в иную реальность. Как мы видим с вами, мы с вами ухудшаем показатели общественного здоровья. Давайте постараемся, что-то же надо менять, что-то нужно делать. Давайте постараемся жить с вами в другой реальности. Может быть, это выведет нас на дорогу, наконец-то, уменьшение смертности и поэтому увеличение продолжительности жизни. Спасибо.